Рассказывала про нашу деятельность, и у нее такое лицо, у меня сначала она такая была веселая, радостная, а в какой-то момент у нее лицо стало таким серьезным, задумчивым, и она меня спросила, Екатерина, а как вам удается то, что вы делаете, вот эти исторические танцы, которые несут в себе такое благочестивое, целомутренное отношение между молодым человеком и девушкой, вот эти вот паломничества, трудничества, да, люди соединяются в пары, и все это как-то так вот спокойно, в таком несовременном ключе, так скажем, именно в хорошем понимании слова традиция, да, то есть вы несете в своем клубе семейные традиции. Как вам это удается делать, потому что это же то же самое в нашем современном мире, что сохранить ложку меда в бочке дегтя, ложка меда в бочке дегтя, как вам удается сделать так, чтобы этот мед не растворился? Да, как вам удается сделать так, что этот мед не растворяется там? Ну, у меня нашелся единственный ответ, как у человека православного, что в Божьей помощи удается это делать, вот, и слава Богу, что находятся люди, что есть люди, которые помогают, и вот Наталья Владимировна очень сильно помогает, участвует, направляет, советует, поддерживает всячески, ну и другие люди, словно. Вот, так что, в общем, вот так вот. Хорошо, что вы с нами, да, и что, как бы, вы помогаете. Такие белые вороны мы все. Да, в хорошем понимании белые вороны, да. Вот, друзья, ну а теперь мы слушаем Валерию. У нас сначала будет какая песня веселая? Она более расчетыре для веселых, это песня. Вот, которая научи меня летать на час будет. Под нее можно хороводик попасть, ладно? Давайте. Так, хороводик.